Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Юра на канале Осознанка, где мы зрим в корне русских слов и пытаемся осознать послания предков, сокрытые в них. Я знаю, что многие из вас ждут буквицу, и ее на канале будет много, я даю слово. Но сегодня у нас не менее интересная тема. Поговорки. А именно, забытые продолжения русских пословиц и поговорок, которые в корне меняют их смысл. Заваривайте ячменный напиток, а мы начинаем. Поскакали! Все мы с вами знаем, что народные поговорки и пословицы содержат в себе кладезь мудрости. Но что, если я вам скажу, что практически у каждой поговорки есть продолжение? И это не просто формальное дополнение, а это трехмерное расширение поговорки, которое раскрывает ее истинный глубокий смысл. Начнем с места в карьер. О мертвых говори либо хорошо, либо ничего. Слышали такое изречение? Казалось бы, какое тут может быть дополнение? Все внятно и понятно. И вроде даже смысл хороший и благостный. Но не все так просто. О мертвых говори либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Ну как вам дополнение? Получается совсем другой корневой смысл. Если человек при жизни делал зло, сеял вокруг себя негатив, то после его смерти надо говорить о нем правду, как бы страшна она ни была. Не ради него, не ради его там родственников, а ради того, чтобы не совершить его ошибок, чтобы вынести из этого урок. А как привыкли у нас? Жил плохой человек, совершал гадости, все про это знали, все это обсуждали, но стоило ему умереть, то все. Плохо говорить нельзя, это неправильно. Да правильно, говорить об этом можно и нужно, если это правда, чтобы не повторилось то зло, которое он совершал. Повторю еще раз полный вариант поговорки. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Итак, едем дальше. Рука руку моет. Ох уж эта поговорка. Как же она актуальна, особенно в наше время, где тема коррупции столь болезненна и масштабна. Для многих это даже девиз всей жизни и оправдание взятничеству и подкупу. Но, как вы понимаете, у этой поговорки есть продолжение, которое переворачивает все с ног на голову. Рука руку моет, да обе свербят. Вот так вот, друзья, вот такая вот поговорка. Много сейчас у нас в стране свербящих рук. И от их свербения очень много несчастий у простого народа. При случае рассказывайте этим свербистам продолжение этой поговорки. Может быть, кто-нибудь из них задумается. Пьяному море по колено. Это ярчайший пример, когда обрезание, кастрирование поговорки полностью убирает благостный смысл и превращает его в деструктивный. Если воспринимать эти слова без продолжения, то получается романтизация алкоголизма. Мол, выпил, всех победишь, все сделаешь море по колено. Очень и очень вредная поговорка без продолжения. Пьяному море по колено, да лужа по уши. Вот, друзья, вот тут самая соль смысла. Нажрался водки, думаешь, ты герой, что море по колено. А в итоге просыпаешься в луже по уши в дерьме. Убив здоровье и наделав дел. Батья, нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все? Ума-палата. Так часто говорят про людей, которые обладают множеством знаний, обладают множеством информации. Но почему-то всегда это имеет саркастический оттенок. А знаете почему? Правильно, из-за продолжения. Ума-палата, да ключ потерян. Вот, друзья, тут гораздо все глубже. Если человек обладает множеством знаний, знает много фактов, но применить разумно эти знания он не может, если ключ от палаты у него потерян, то нет никакого смысла только воздух сотрясать. Есть еще одна версия той же самой поговорки. Ума-палата, да разума маловато. Смысл тот же, только присутствует стихотворный оборот. Но образ с ключом от палаты, мне кажется, более ярким и глубоким. Я последняя буква в алфавите. Как же часто дети слышат это в школе. И от родителей, когда ведут себя эгоистично. И я помню, что мне так говорили, но я всегда задумывался, а почему я последняя буква в алфавите? Я последняя буква в алфавите, а АЗ первая. Знаю, друзья, не смог я сделать выпуск без буквицы. Куда же мы без нее безродимый? Изречение очень мудрое и глубокое. Я и правда последняя буква в алфавите. Личная выгода, корысть, эгоизм, эгоцентризм – это часто вылезает у людей на передний план и управляет человеком. Однако для процветания души, для роста личности, необходимо это самое корыстное эгоцентричное «Я» задвигать на задний план своего внутреннего алфавита. Так почему если Я последняя буква в алфавите, то АЗ первая? АЗ – это более глубокое понятие, нежели «Я». Я – это тело, ограниченное, материальное, одинокое. А АЗ – это душа, так называемая живатма, неразделимая часть общей природной сущности, которая объединяет все живое вокруг. АЗ – как часть всего, а не я, как индивид. Как заметил один из наших подписчиков с ником НемуАлт, слово АЗ созвучно с английским словом АЗ, что переводится не как «я», а как «мы». Очень интересное наблюдение. АЗ – как коллективное понятие, многомерное понятие. Дорогие друзья, если вы знаете и другие поговорки, которые подверглись, так сказать, обрезанию, то обязательно напишите об этом в комментариях, и мы сварганим вторую часть на эту тему. Будем вместе восстанавливать русские поговорки. А также хочу поблагодарить людей, которые помогли каналу «Осознанка». В частности, это Валерий с канала «Новая реальность» и Кыштымский карлик. Ссылка на их проекты будет в описании. Благодарю вас, мужики. Жму руку. Дорогие подписчики канала «Осознанка», у вас есть возможность нас поддержать, поддержать наш проект. Все ссылки я оставлю в описании. Жизнь канала напрямую зависит от вашей активности. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ставьте большой палец вверх, если видео этого заслужило. А с вами был Юра. Зрите в корень. Субтитры создавал DimaTorzok